Дом за 1 евро, возможно ли это? Когда вы, наверное, прочитали это название, подумали, ну это 100% какой-то лохотрон, такого не может быть. Разве можно в Европе купить дом за 1 евро? В частной переписке с одним человеком, когда мы разговаривали об архитектуре в Германии, о том, как разные земли Германии строят различные по своему типу города, я выслал ему для пробы фотографию, хотел посмотреть на его реакцию, он, конечно же, тоже удивился. Вот эта фотография, дом, который продавался в Германии за 1 евро. Чтобы понять, в чем тут суть, я, пожалуй, приведу еще один пример, потому что он очень занимательный. Небольшой городок на западе Германии продавал дом за 1 евро довольно долго. Это была старая обувная фабрика, которая больше 50 лет уже пустовала. Владельцы этой фабрики давным-давно умерли, видимо, не осталось наследников, и дом перешел в собственность города. Его неоднократно выставляли на аукцион, но так в конечном счете никто и не решился. Тогда город выставил дом за символическую сумму 1 евро, и фактически в течение нескольких месяцев нашелся человек, в данном случае это был житель Польши, который приехал и взялся за реставрацию этого дома. Да, именно это основное условие. Вы как бы покупаете дом за символическую сумму, но вы должны вложить свои собственные деньги для реставрации этого объекта. Если все получается правильно, если городские власти видят, что вы прикладываете усилия, даже если вы не укладываетесь в сроки, это не важно, сроки могут быть продлены, но вы что-то делаете, вам дадут право проживать и заниматься этой работой, а если все получится, дом переходит в вашу собственность. Почему я привел именно этот пример? Потому что человек отреставрировал дом и выставил его на продажу за 1 миллион евро. И на самом деле продал его. Представьте себе, уже отреставрированная вилла была продана за 1 миллион. Что он дальше делал, я не знаю. Возможно, поехал в другое место еще один дом реставрировать. Но на конкретную реставрацию этого дома у него ушло приблизительно 7 лет. Не знаю, сколько денег он вложил в эту реставрацию. В любом случае человек остался доволен. Он сказал, что провел замечательное время и для своих умений он искал подобный объект, который бросит ему вызов. Итак, в Германии, если есть подобные предложения, а они есть по всей стране, они всегда связаны с объектами исторической ценности. Так называемые Denkmalschutz. Это те объекты, которые защищены Союзом Архитекторов в Германии и они не должны быть изменены. Они должны быть отреставрированы. Но ни в коем случае внешний вид не должен меняться. Вы не имеете права поменять даже цвет дома. Он должен оставаться ровно таким, каким он был занесен в реестр. Если вы меняете крышу или окна, то вы должны заказывать ровно те, по тому же размеру, по той же форме, как это было раньше, но современной. Вот такое условие. Но есть другие страны, например, Италия, которые пошли иным путем. Последнее время сразу несколько коммун на юге страны выигрывают, сейчас это уже на конкурсной основе, право раздавать свою недвижимость иностранцам с тем же самым условием. Только здесь, в Италии, это не дома исторической ценности, а самые обыкновенные дома. Для начала я приведу вам простой пример. Небольшой городок на Сицилии. Называется он Ганджи-ди-Палермо, то есть он находится в провинции Палермо. И за последний год, за 2018-й, там было продано приблизительно 40 домов за вот эту самую символическую сумму. А в общей сложности выставлено больше 100 домов. Вот посмотрите официальная страница. Комуна-ди-Ганджи, провинция Палермо. Здесь они показывают участки, где находится дом. Ну и дальше сами дома. Виндута – это дома, которые продаются. Ассигната – это дома, которые уже зарезервированы, то есть кто-то рассматривает это предложение, купят или не купят, но уже кто-то к этому дому присматривается. Да, наверное, на первый взгляд, несколько непривычно для жителей России. Ну, что это в горах, какие-то камни, непонятные узкие улицы. Но если вы когда-нибудь бывали в Италии, то вы знаете, что там, по сути, везде так. Вообще, Италия в этих горных городках, она напоминает по своей специфике, по своей ментальности даже. Мне лично напоминает где-то Грузию. В этих местах есть своя прелесть, своя романтика, когда опускается ночь, включаются фонари, там летом бесконечная трескотня цикад. В это место действительно можно влюбиться, если вам нравится подобная архитектура. Вот здесь, в коммуне Ди Ганджи, приводят пример человека, в данном случае это пенсионер из Италии, который купил подобный дом. Они с женой вложили 30 тысяч, отреставрировали, ну и на открытие своего дома пригласили соседей. Отпраздновали, так сказать. Вот он тут символически показывает эту самую монетку, за которую он купил этот дом. Дальше, например, пенсионеры из Бельгии, они купили дом побольше и вложили уже 70 тысяч, у них несколько этажей, и они сразу изначально делали дом с расчетом, что это будет гостиница домашнего типа, создали страницу в интернете и приглашают своих бельгийцев, голландцев и немцев для того, чтобы они приезжали, останавливались в их гостинице и могли отдохнуть в этом замечательном месте. Вот тут мэр города перед интересной табличкой Ганджи – город искусства. На самом деле они понимают, что этот город отдален в горах, здесь очень трудно селиться тем, кто хочет зарабатывать большие деньги, но для пенсионеров, для людей искусства – это один из оптимальных вариантов для тех, кто ищет тишину, размеренный ход жизни, хорошую еду, хорошее вино, плюс я добавляю еще и возможность остаться в этой стране. Да, действительно, это так. Италия в этом случае делает небольшое исключение. Если вы покупаете дом в одной из муниципальных коммун, то вы имеете право поставить в итальянском посольстве прошение на визу, так называемую национальную визу типа D. И по факту того, что вы будете жить, заниматься реставрацией этого дома, вы этот временный вид на жительство получите. Сначала это будет один год, через год, если все нормально, вам продлят на два года, и затем еще раз на два года, то есть в общей сложности пять лет. Через пять лет вы имеете право поставить прошение на ПМЖ, на постоянное место жительства. Ну и дальше, по итальянским законам, если вы проживаете 10 лет на этой территории, вы получаете гражданство. По сути, уже с момента заключения сделки между вами и мэром города вы остаетесь, если у вас мозги на месте, как говорится, фактически навсегда. Если вы не будете делать каких-то глупостей, если вы действительно будете реставрировать этот дом. Для того, чтобы сделка состоялась, вам необходимо предоставить на момент сделки сумму хотя бы 10 тысяч евро. Ну а дальше все будет зависеть от вас, в какую сумму в общей сложности и вам выйдет этот ремонт. Ну да, конечно, скажут многие, боже мой, забытое богоместо где-то там в сицилийских горах. Не дома, а сплошные груды камней. Но это не совсем так. Вот основные виды города Ганджи. Как мы видим, находится этот городок у подножия вулкана Этна. И там великолепный вид на Этна открывается. Кроме того, в городе Ганджи бывает зима, настоящие снегопады, и там можно кататься на лыжах. Кроме всего прочего, город Ганджи находится не так далеко от основного побережья из замечательных сицилийских пляжей. Те, кто были в Италии, знают, что везде на севере Италии, где очень много людей, там на самом деле, извините, совершенно говенные пляжи. Рекламы делается много, но пляжи на юге Италии и пляжи на севере – это как две разные планеты. Кроме прочего, городок Ганджи находится рядом с национальным парком Мадония. В свое время жители Ганджи предлагали такие туристические туры на лошадях, то есть подниматься на ближайшие горы ну и любоваться, соответственно, этими местами. Мэр этого города надеется, что, может быть, им удастся возобновить этот вид туризма. Не совсем уж это такое забытое богом место. Вот давайте посмотрим. Это объявление свежее 17.01.2019 Это следующий городок, который, по примеру предыдущих, тоже выиграл на конкурсной основе это право. Этот городок, на мой взгляд, вот здесь в объявлении стоит, что находится этот городок у подножия горы Джинуардо. И мэр города говорит следующее. Вот это его заявление. Если вы хотите дом, вы получите его сразу же. Конечно же, при условии, если вы будете здесь жить и работать. По-моему, городок поражает своей красотой. Дело в том, что он очень близко находится от побережья. Кроме прочего, Самбука-де-Сичилия имеет свое собственное, великолепное, необыкновенной красоты озеро. Итак, этот городок, который находится между морем и очень красивым озером. Городок этот, конечно же, не обезжизненный. Здесь много жителей. Здесь есть школы, рестораны, здесь есть магазины, абсолютно все. И, например, вот этот дом на данный момент выставляется за 1 евро. Фактически, это вилла, которую можно приобрести, отремонтировать и стать владельцем этого великолепного дома. Ну а если у вас есть желание заниматься туристическим бизнесом, то, как говорится, лучше предложения и не найти. В конце, после всего этого, я предлагаю вам послушать и посмотреть ролик, который сделали жители Самбука-де-Сичили для того, чтобы привлечь своих новых жителей. Этот ролик сделал Иван Спарачино. Он пианист, работает и преподает в Болонской консерватории. Но родился он как раз в Самбуке. Вот что он говорит. Когда я узнал о том, что мой город хочет привлечь новых жителей, я подумал, что это очень хорошая идея. В течение долгого времени я хотел создать что-то для своего родного города или рассказать о том городе, где я родился, вырос и был счастлив. Почему я решил снять этот клип именно на озере, на дамбе Арансио-Самбука-де-Сичилия? Потому что в этом месте, когда мы были подростками, мы с друзьями проводили очень много времени. И для меня это одно из самых красивейших мест не только в Италии, но и на всей планете. Не надо лишних слов. Давайте посмотрим на это великолепное место. Город Самбука-де-Сичилия в этом ролике показан специально лишь издалека. А основной акцент, конечно, сделан на озеро и на эту дамбу. Эта композиция называется Путь Домой. Путь Домой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok